всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью сегодня затрону опять тему кваса как и обещала вам еще в том видео видео про бородинский квас ссылочка наверху читайте заходите смотрите этот квас я делаю без дрожжей он просто заквашивается с помощью вот и хлеба там у нас изюм там у нас сахарный песок и вот это все у меня квасится и получается изумительный очень вкусный квас без дрожжевой я вам сейчас все расскажу и покажу поехали для приготовления такого без дрожжевого кваса нам потребуется вот здесь вот чуть побольше пол булки черного хлеба сейчас посмотрю сколько сюда я помещу черный хлебушек и обжарила его в духовке для такого хорошего вот такого состояния но ни в коем случае его не сожгите если вы сожгете то квас будет горчить 120 граммов сахарного песка и 2 столовые ложки изюма вот эти все продукты это все нам нужно для первой закваски когда мы уже потом заквасим этот квас уже все сделаем и в следующую закваску нам уже столько сахара не потребуется буквально 3-4 ложечки только подмешать и все сейчас вот именно столько нужно значит берем баночку высыпаем сюда сахарный песок вот так вот у меня здесь стоит вода вода у меня здесь горячая но не кипяток может быть градусов 70 80 где-то вот приблизительно вот так вот я сейчас вот так вот возьму в баночку налью водички банка у меня трех литровые и вот и размешаю сахар вода тепленькая он быстренько растворится сейчас так вот сахар у нас растворился и сейчас мы сюда пускаем сухари и сейчас мы заливаем дальше баночку водой вот этот весь хлебушек напомню что вода не кипяток на горячая вот так вот так по плечики доливаем хлебушек этот размокнет и сюда же отпускаем две столовые ложки изюма простой обычный изюм не вздумайте его мыть он не должен быть мытой изюм как вы покупаете вот такой и отпускается иначе брожение у вас не получится вот так оставляем все прикрываем марлей мне марли в 4 слоя и обычной резинкой вот так вот она тянула и все теперь этот квас будет у вас настаиваться в течение трех дней он через сутки он начнется процесс брожения через двое суток он выбродится полностью сейчас мы его поставим в теплое темное место ну куда-нибудь при комнатной температуре вот без сквозняков поставьте на деревяшечку лучше всего или на какой-нибудь полотенчика и пусть он спокойненько бродит этот квас простоял у нас пробродил три дня в теплом месте у меня стоял в теплом таком темном месте вот сейчас это все выбродилось и я буду сейчас отсыживать сюда сначала только уберу лишнюю лишнюю гусь вот это вот вы можете использовать опять же подновить нужно будет то есть добавить свежих сухарика сухариков изюм достаточно вот половины будет достаточно опять для трехлитровой банки вот половины вот этого значит вы обновите сахар снова положите еще добавить и сухариков добавить и изюм и снова можете поставить заквашиваться если вам нужно если вам не нужно кваса то есть вы много приготовили то можете также эту часть убрать в холодильник поставить потом подогреть и до комнатной температуры выставить и чтоб тепленькое было снова наводите квас а этот класс я процеживаю так вот мы сюда процедили его да сейчас я его попробую вот знаете я сахар даже ложить больше не буду для меня вот все больше мне не надо сахара здесь достаточное количество если кто-то любит послаще то можете послаще вот этот квас уже готов просто сейчас нужно вот бутылочку положить несколько изюминок обязательно сколько бросить и вот сюда солью квас чтобы дать ему остыть потому что все таки в теплом виде ну квас как-то не очень ну смотрите как он пузырится вот из 3 литровой банки у меня получилось вот столько ну потому что там же еще заквас и есть опять я закрываю и ставлю в холодильник хотя бы часов на десять чтобы он остыл напитался изюмом еще и тогда будем пробовать ну что у вас готов у меня уже меньше бутылки потому что мне хужесть пробуют уже прикладываются к нему он получается такой немножечко понежнее не как тот квас не как бородинский этот получается нежненький сейчас мы с попробуем вот такого цвета он у нас получается не такой темный посветлее на вкус очень кисленький такой не такой терпкий очень очень вкусные когда вы будете ставить следующую партию на этой закваске которая у вас осталась у нас будет стоять уже не трое суток поменьше и будет еще вкуснее очень замечательный очень охлаждающий очень вкусный квас обязательно приготовьте квас по такому рецепту бородинский квас который я вам давала и этот квас совершенно два разных вкуса у нас семьей то разошлись мнения кому-то нравится такой кому-то нравится такой вот а вы попробуйте и тот и тот ссылочку на бородинский квас я вам оставлю обязательно смотрите вверху и будет ссылочка внизу если вам понравилось видео ставьте лайки не забывайте нажимать на колокольчик чтобы быть в курсе последних событий а я как всегда желаю вам всего самого хорошего и доброго с вами была ваша татьяна пока пока